Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Нить Ариадна, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разбираться в лабиринте жизненно важных проблем и находить правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете задать нам свои вопросы, пообщаться с нами, мы всегда ответим на то, что вас интересует. В праздничные новогодние дни всегда хочется чего-нибудь особенного, необычного. Хочется, как в детстве, сказки. Тогда почему бы не попробовать впустить эту сказку в свою жизнь? Если вы давно хотели научиться мечтать так, чтобы желания исполнялись, запланировать на Новый год свои цели, то сегодняшняя программа для вас. Сегодня вы узнаете, как исполнить свои самые сокровенные желания и заветные мечты. У нас в студии психолог, автор и ведущая мастер-классов и тренингов по позитивной психологии Светлана Закс. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Татьяна! Я знаю, что у вас подготовлен целый тренинг по тому, как правильно исполнять свои мечты и желания. Я думаю, что сегодня вы нас в праздничное время подскажете нам, как это сделать. Потому что на эту тему, конечно, написано очень много книг, как мы всегда говорим. И мы делали не одну программу в этой студии. И, конечно же, сколько авторов таких методик, столько и мнений. Было бы интересно сегодня познакомиться с вашим методом, как он помогает исполнять желания, насколько он эффективен. А я слышала, что он достаточно эффективно действует. И вы сами тому живой пример. Да, с удовольствием поделюсь, расскажу. Потому что эта информация, как для тех, кто захочет делать самостоятельно эту карту желаний. То есть информации сегодня будет достаточно. Я думаю, каждый сможет ее сделать самостоятельно. То есть это карта желаний или карта сокровищ, как ее называют? Да, калаш желаний. Названий очень много, выбирайте, какое нравится. Вот такое сказочное мероприятие, волшебная карта желаний. Да, и время для этого волшебное, я думаю. Как раз, так сказать, есть еще время до праздника, есть время для себя. Вот как раз об этом, вот время для себя. То есть почему вы решили сделать этот тренинг, этот мастер-класс? Ведь мы все, конечно, желаем. Каждый любой человек, он мечтает, желает, загадывает желания. Но есть ли в России, скажем, такая культурная традиция по работе со своими желаниями и мечтами? Мне кажется, что мы это делаем несколько хаотично. Поэтому как-то у одних сбывается, у других не сбывается. В лучшем случае под Новый год, вернее, уже под бой курантов, мы можем написать желание на бумажке, сжечь его, бросить в бокал шампанского, выпить. К сожалению, вот столкнулась еще лет 7 назад, когда только вот начала с этой темой, пошла в нее глубоко, столкнулась с тем, что у нас вот такого системного подхода к своим желаниям в виде вот коллажа или карты желаний нет. До чего угодно практически. Да, и все это делают как-то по-своему, на коленках, у кого какие способы, инструменты и так далее. Вот когда на одном из моих первых тренингов, вот как раз один из участников был из Болгарии, он приехал в Россию под Новый год и искал людей, с кем бы можно было сделать эту карту желаний. И вот как раз наше мероприятие ему очень подошло. И он удивился, потому что большинство людей, которые были на этом мероприятии, они первый раз делали карту желаний, было просто интересно и любопытно, а что это, как это, вот как можно загадывать желания вместе, о чем-то думать, какие-то правила есть, почему это так. И люди пришли просто потому, что им было интересно. И он очень удивлялся, и в конце тренинга он сказал, вы знаете, у нас это принято делать со школы, у нас есть специальный урок, посвященный этому перед Новым годом. Далее, когда мы заканчиваем школу, мы делаем это в институте, также группы все вместе. У нас это традиция в стране, а сейчас на работе мы это делаем в коллективе на работе. И вот, говорит, я оказался в России в командировке, поэтому я искал людей, столкнулся с тем, что про это мало знают, и вот не так просто еще вас нашел. Поэтому вот могу сказать, что в Европе это традиция, культурная традиция, этим пользуются. От этого инструмента никто не отказывается, потому что он очень приятный, он очень легкий, он очень волшебный, и он работает. Карта желания не может не работать. Знаете, можно сказать по принципу Паретта, 80 на 20. То есть, как правило, не сбыться ничего не может, и если что-то не сработало, то, скорее всего, это либо не ваше желание, либо не в том состоянии люди загадывали, либо вот совершенно никак не активировали действиями, ничего для этого не делали. То есть, чтобы это не работало, невозможно. Если это делать по тем правилам, которые, возможно, мы сегодня, надеюсь, обсудим, то обязательно с карты желаний, обязательно что-то сработает. Если у вас сработало 50% или 60%, это шикарный, хороший результат. И ещё раз повторюсь, от этого инструмента отказываться глупо. Его нужно использовать, тем более, что он такой приятный, радостный и с большим... А что такое карта желаний? Вы называете её там карта сокровища или раскрой паруса своих желаний, что очень образно, да, вот раскрой паруса своих желаний. Помечтай. Да. Что представляет собой эта карта желаний? То есть, это какая-то карта, какая-то географическая. Ватман размера А1. Я, как правило, предлагаю использовать именно вот такой масштаб листа. Мы его делим на 9 секторов. Они обязательно должны быть равные, потому что 9 секторов принадлежат каждой какой-то сфере. И не должно быть... Вот почему ещё тоже могут желания не исполняться? Потому что может быть какой-то перекос в ту или иную сферу. Например, кто-то очень хочет, там, выйти замуж. Или сильно хочет благосостояния. Или по карьере хочет очень сильного продвижения. А все другие сферы страдают. И наша задача, да, уравновесить все желания, распределить равномерно по всем сферам. А их 9. Так мы затрагиваем почти всё, что возможно в нашей жизни. И задача сделать свои желания уравновешенными относительно друг друга. Тогда у них есть возможность исполняться. Тогда нет сильной привязки и сильного контроля на каким-то желаниям. Зацикливания на каких-то вопросах. И тогда всё происходит гораздо проще, гораздо легче. Есть достаточно психологический техник для того, чтобы разрядить вот эту обстановку в голове, когда вот человек фиксируется на чём-то одном и всё другое не замечает. Вы сказали о психологической технике. Всё-таки она присутствует в вашем тренинге. И она обязательно должна присутствовать при составлении карты с желанием. Есть некоторые секреты и нюансы, которые, конечно же, являются основой психологии. Без психологии тут никуда. Потому что вот эти вот техники, которые я использую, да, я сейчас поделюсь с некоторыми, они уже, они являются базовыми, и вы их можете применять уже сегодня, уже сейчас, делая самостоятельно. В Европе вот эти традиции, да, составление вот этой карты желания, они тоже с психологическими техниками существуют или нет? Вот если говорить о тех людях, которые были у меня, они говорят, мы удивлены, потому что очень глубокий подход, это для нас было по-новому, это так здорово, это так интересно и классно. Мы, говорят, ну просто клеили то, что мы хотим, клеили картинки и, собственно говоря, и вся работа над коллажом. То есть карта желания – это лист бумаги размером А1, который делится на 9 секторов, и в каждом секторе, вы, конечно, скажете, как они называются, человек клеит какую-то красивую картинку, вырезав её из журнала там или откуда-то, со чего бы он хотел. Хочет человек поехать отдохнуть на море, значит, в секторе путешествия, он должен приклеить картинку с красивым морским побережьем. Всё верно, всё верно. То есть вот это карта желаний. И получается, что в Европе их просто клеят вот так легко, спокойно, свободно, без психологической подоплёки. Да. Вот с тем, что мы готовились к тому, как загадывать желания, разбирали эти желания и так далее, удивлялись. Так может, так лучше, Светлана? А то у нас, знаете, всегда какой-то слишком серьёзный подход, он всегда людей немножко тормозит и отпугивает. Ну, ничего отпугивающего в тех техниках, которые есть, совершенно нет. Здесь дело в том, что очень важно, скажем так, экологичное желание. Потому что многие, например, желают 15 путешествий на один сектор, а в итоге у них просто не хватает времени. Да, может быть, или средств, или времени. Поэтому тут важно очень, скажем так, не перегружать тот или иной сектор. То есть вот как раз секретики, нюансы, о которых я говорю. Да, лучше не более трёх картинок в один сектор. Лучше прописать ручками, потому что здесь мы подключаем тело к тому, чтобы желания исполнялись. Лучше прописать ручками о том, что я уже в настоящем времени в такой-то стране отдыхаю так, мне комфортно, хорошо, я пью любимые соки и так далее. То есть вот эти нюансы, что называется подстройка к будущему, это психологическая техника и практика, мы их используем. Они помогают. Они очень помогают. Они моментально нас присоединяют к будущему. И таким образом мы можем притянуть желаемое гораздо проще, легче и приятнее. То есть это такая вот хорошая система, которая помогает мечтать и планировать свои дела на будущий год очень грамотно, правильно, экологично и с наибольшим эффектом осуществления того, что... Да, Татьяна, потому что некоторые сталкиваются с тем, что когда они себя представляют вот в этом будущем уже как будто она настоящая реальность, и некоторые понимают, что что-то не то, может быть, я не совсем этого хотела и так далее. Очень важно, скажем так, через несколько фильтров пропустить это желание, чтобы оно было уже выверенным и ясным, что да, вот это вот моё, я этого хочу. И здесь очень много, скажем так, бессознательных механизмов подключается, которые трудно описать, как они работают, но тем не менее это работает. Поэтому в любом случае это даже очень приятно, когда человек попадает вот в такую связь со своим желанием, он с ним соприкасается, и это многие очень благодарят и окрылёнными уходят, потому что они говорят, я столько самому себе времени не посвящал, я был с собой наедине целых 4-5 часов, и это для меня фантастика, я так отдохнула, я так переключился, я такое получила удовольствие. И вот этот момент, он сам по себе важен, потому что даже на этапе подготовки к этой карте желания, когда там люди ещё только картинки ищут, формулируют мысли и так далее, уже происходят чудеса, уже происходит много всего интересного, и многие пишут, что я пока готовился, а у меня уже то-то, то-то произошло, а я вот там-то, там-то встретился, вот такие-то ситуации. То есть это вот в отзывах до, скажем, до мероприятия. Да, конечно, слушайте, ну сколько мы сами в себе посвящаем время? Заканчивается год. Разве у нас есть несколько минут хотя бы посидеть, отдохнуть, подумать о себе, что сделано, как прожито, а уж... Ну, конечно, там мы пару мыслей запустим о том, чего бы хотелось в следующем году, и всё. А так, работа до последнего, салаты потом резать, стол накрывать. Вот, а поэтому... И некогда, некогда подумать о себе, о своей жизни. Представляете, а если у вас уже с прошлого года была бы карта желания, вы бы уже её открыли вот в этот предпраздничный вечер. И сверили, да? И сверили так, что у меня срок, потому что её же нужно убрать, её не нужно там каждый день после определённого, значит, ритуала тоже, её нужно убрать и забыть про неё. И вот перед наступлением Нового года её можно достать и проаудировать, что произошло, как произошло. И так интересно, когда ты смотришь, насколько это проигрывается всё сказочным образом. Ты уже забыла о многом, да? Да, насколько одно желание притянуло за собой другое, и вот как бутон розы раскрывается-раскрывается, и как оно проигрывается. Это очень, ну, большое наслаждение вообще вот с этим соприкоснуться. Скажите, а время имеет значение? Почему вы, когда вы проводите этот тренинг, в какое время предновогоднее конкретно? Я смотрю, когда Новолуния. Почему Новолуния? Потому что очень важно, ну, даже сельхоз, наш сельскохозяйственный календарь, да, тоже он связан с Новолуниями, вот те люди, которые работают на Земле, они понимают, что есть определённые циклы, и наша природа, она с этим человеческая, она с этим связана, поэтому на Новолунии очень хорошо загадывать, запускать желания, начинать новые проекты, а на уходящей Луне хорошо оставлять всё, что нам не нужно, заканчивать какие-то... Подводить итоги. Подводить итоги, заканчивать, вот сейчас у нас как раз Луна убывающая, есть возможность подготовиться к Новому году. То есть выбросить всё старое. Всё выбросить старое, ненужное, даже если вы платье не надевали год, то оно уже, скажем так, в ментальном мире выглядит как старая паутинка, потому что вы к нему не прикасались, вы его не наполняли своей энергией. Нужно кому-то отдать, может быть, подарить. То есть пересмотреть свой даже гардероб с этой точки зрения, пересмотреть, что у вас в шкафах. А если это ещё связано с теми или иными секторами, вот как по карте желания, у нас там тоже всё по секторам связано, со сторонами света, не просто так. Поэтому это тоже очень важно и интересно. Если у женщины, например, отношения, может быть, как-то страдают, посмотрите, что у вас в юго-западном секторе. Может быть, там как раз какой-то хлам, может быть, от чего-то нужно избавиться. Поэтому вот сейчас очень хорошо, в этом новом году, это редкая такая ситуация, когда у нас новолуние 29 декабря, и в Новый год первые три дня... А перед 29-м нужно всё убрать, всё было убрать. Да, и в Новый год как раз у нас есть возможность загадывать эти желания прямо в самую новогоднюю ночь. То есть в этом Новом году совпадает новолуние и Новый год, и это очень... И это нечасто бывает. Это нечасто бывает. То есть, товарищи, дорогие, у нас есть прекрасная, редкая возможность правильно в нужное время загадать свои желания, свои мечты, свои цели на будущий год, запланировать всё правильно и осуществить их потом в следующем году. Да, отпускать эти желания. Хорошо. А какие ошибки обычно совершают люди? Что мы совершаем обычно чаще всего? Почему наши желания даже какие-то сокровенные, которые, конечно же, имеют к нам отношения, а не наши, не чьи-то, но они не сбываются? Ну, основные ошибки это, я могу сказать, такие, что вот элементарно отсутствует вера. Да, к примеру, человек говорит, я хочу... Да, это мощное средство. Я хочу на новую работу, или я хочу автомобиль, я хочу выйти замуж. Хорошо, у тебя это всё будет завтра, например. Ты завтра выйдешь замуж. Как ты? И человек начинает говорить, нет, завтра невозможно, ведь как так завтра? Я ещё не встретил того человека, за которого выйду замуж, или на автомобиль нужны деньги, или только как я завтра пойду на работу, у меня ещё нет костюма нужного, и так далее. И вот здесь как раз отсюда вытекает вторая ошибка, это контроль, да? То есть человек хочет контролировать, как этому желанию исполнится. А это совершенно не наша задача. Наша задача захотеть, помечтать и отпустить. Понятно, что его нужно активировать действием, это желание, потому что, опять-таки, есть такая распространённая ошибка, когда многие желают и ничего для этого не делают. Такое желание тоже, оно, скорее всего, возможно, даже не ваше, потому что, когда есть желание, искреннее, своё, то хочется что-то делать, чтобы... Ну да, это же интересно. Это интересно, это нравится, да, для того, чтобы приблизиться к вот этой своей мечте. И если вы действием его никак не активируете, но это тоже говорит о том, что это ошибочное такое поведение, и заблуждение, такое желание тоже не прилицается. То есть это первый признак того, что желание не твоё. Да. Если человек, там, хочу, хочу машину, но ничего для этого не делаю, значит, это явный признак того, что машина тебе не нужна. Да, может быть, это просто социумом навязано. Вот человек понимает, что машину иметь классно, круто, вот есть же там вот у кого-то, я бы тоже хотел. Но, может быть, ему вообще по его судьбе, скажем так, достаточно иметь стол, стул, лес рядом и наслаждаться природой, а вот эти вещи ему не нужны. Конечно, может быть, это будущие какие-то аварии там и так далее. Да. Это его жизнь, просто жизнь не даёт этого. Да, и вот по желаниям тоже очень много видно, да, вот как человек реализовывается, да, исходя из того, что он, о чём мечтает, что он для этого сделал, что он хочет. Некоторые люди, например, не видят, что желание уже начало реализовываться и разочаровываться раньше времени. И тогда это желание тоже, оно как бы сворачивается и не развивается дальше. Вот такая ошибка тоже есть. Ну, можно тоже её отнести к некому неверию, да, или просто, ну, скажем так, такая торопливость, желание получить что-то быстро. Ну, это, конечно, все же хотят очень быстро. Как мы всегда шутим, вечером выпил таблетку, на ночь что-то проснулся, чтобы всё уже было. Ну, как я говорю, срок исполнения... Волшебные таблетки. Да, желаний с карты желаний от одного часа до трёх лет. То есть если есть большие крупные желания, и в этом ключе что-то предпринимается, то у них может быть более длительный период. А есть такие желания, которые могут исполниться вот тут же моментально. Человек позвонил по телефону и сделал предложение, например. Да, вот как раз по поводу веры или неверы. Это очень, мне кажется, очень важно, потому что одно желание не сбылось, второе, да, даже человек что-то даже делает, казалось бы. Но ведь другое дело, что можно делать что-то не то, правильно, и не в ту сторону. И тогда вот с каждым таким неосуществлением желания веры теряется. Как быть? Вот мне в последнее время очень часто пишут на эту тему, то что вот я делала, а оно, похоже, не работает, а что же мне и так далее. Но нужно смотреть, как формулировали, потому что наша задача ещё в работе с желаниями посмотреть, насколько, скажем так, экологично эти желания формулируются. Потому что, например, хочу, чтобы муж получал такую-то зарплату, это... Очень распространённое желание. Да, но оно не имеет отношения к вам. Скажем так, вы не имеете морального права желать за своего, пусть даже близкого, любимого человека, как ему и сколько, и где реализовываться, да, и на какие финансы выходить. Потому что это его личный план развития, он не ваш. Здесь тоже нужно очень аккуратно к этому подходить. Или, например, многие мамы этим грешат. «Я хочу, чтобы мой ребёнок учился на пятёрке или поступил в такой-то УЗ». Это... И считают, что они этим помогают своим детям. Да. Это, ну, скажем так, по-доброму, да? Все по-доброму хотят. По-доброму организовать вот репетиторов, да, наличие репетиторов, там, рабочего стола, обстановку рабочую для ребёнка. А вот дальше, как он этим будет распоряжаться, понятно, что вы можете это выражать. Но, например, в карте желаний мы совершенно точно так не пишем. То есть мы можем написать «я люблю и я любима», «я счастливая мама», «я комфортно себя чувствую в сексе», да, если, например, даже вот такие вещи затрагивать, и всё остальное. Но мы напрямую в чужую, скажем так, в другую судьбу, в человеческую, мы не вторгаемся, мы очень делаем всё интеллигентно и аккуратно. Потому что это уже, скажем так, нас не касается. И когда есть вот эти границы, и они простроены между собой и даже близкими людьми, то тогда гораздо, скажем так, понятнее результат, и человек более ответственно относится и более терпим к своим близким и окружающим. Потому что сегодня мы как раз говорим про личную карту желаний. Бывает ведь ещё и семейная карта желаний. Вот как. Тогда, да, тогда можно все вместе собраться с семьёй, договориться кому что куда хочется приклеить, куда поехать и так далее. Это уже такой совместный ритуал. Но я больше всё-таки специализируюсь на личной карте, которую даже не рекомендую показывать друзьям и так далее. Её убирать нужно в особое место. И она должна быть только ваша. И это такой, скажем так, сакральный тайный ритуал. Погружение внутрь себя. Это семейная карта. Как это здорово делать перед Новым годом, правда же? Да. Это такое общесемейное занятие, замечательное, прекрасное. Очень весёлое, дружное. Заодно можно узнать, кто на самом деле чего хочет, потому что все раскрепощаются. Можно о чём-то договориться. Здесь очень много может быть таких полезных. Здорово. То есть мы сегодня прям рекомендуем нашим телезрителям взять лист бумаги побольше, разделить на 9 секторов равных таких квадратиков, расчертить. Обязательно. А дальше вы нам сегодня расскажете, что с этим делать, с каждым из квадратов, и как загадывать правильно и так далее. Скажите, вот несколько слов. Что даёт ваш тренинг? Насколько он эффективен? Как быстро исполняются желания? Хотя вы сказали, что от одного часа до трёх лет. Какие-то примеры? Ну, я веду статистику. Так. Я хочу вам сказать, потому что все мои... Просто иначе это остаётся, ну как-то, знаете, всё очень заоблачно, всё очень как-то сказочно и нереально. А что на самом деле? Семь участники мне пишут о том, когда это происходит, потому что у нас есть определённые, скажем так, ритуалы, да, нужно отмечать, когда произошло что-то, да, например. Вы постранили ещё на один килограмм. Это нужно обязательно отметить, там, соком свежевыжатого сока, например, в смысле выпить какой-то там напиток или там стакан воды или ещё что-то, но обязательно нужно зафиксировать, чтобы наше сознание и наша душа радовалась и понимала, что да, всё правильно идёт. То есть эти желания подтверждены, человек радуется и хочет. Поэтому есть такая статистика. Но если на примерах вот такой случай был забавный, участница написала о том, что хотела бы поехать в путешествие за границу. И проигралось очень интересно у неё вот это желание. У неё друзья выиграли путёвки, две путёвки, но поехать не смогли. И она поехала вместе со своей мамой на 7 дней в Италию. Вот таким образом вот её путешествие проигралось. Ну, на самом деле, у всех совершенно, все констатируют улучшение вот в принципе благополучия в жизни, как финансово, так и в отношениях. Когда вот карту желаний делаешь, когда вкладываешь туда определённые намерения на жизнь, когда мечтаешь, да. Это же позитивная энергия, правда же, на целый год. Конечно, да, ты сам себя заряжаешь, то есть улучшаешь своё состояние на весь год. Это уже такая работа, которая не просто вот здесь и сейчас, да, вот как меня учили, ты должен, да, на тренинге, на мероприятии люди должны почувствовать эффект, потом после этого мероприятия и потом в посттренинговое, то есть и дальше. Вот тогда вот ты правильно отработал, да, тогда ты принёс пользу. Вот, и здесь совершенно точно так же. То есть люди вот констатируют то, что в течение всего года, вот этот вот особый год, вот это когда с карты желаний, да, ты идёшь по пути, она у тебя где-то лежит там в шкафчике, вот. Соответственно, есть такая поддержка мощная. Надежда, опора и поддержка, да, вот это ощущение, вот это опора. Ощущение волшебства, того, что сказка, тайна, ожиданий. А ведь надежда, они как раз и, когда мы, скажем так, мыслим из состояния изобилия, процветания, то мы появляемся. Ну что ж, сейчас мы уйдём на небольшую рекламу, и после рекламы вы нам уже расскажете конкретно, как, что нужно делать, практические действия, правила, да, какие-то особенности, как загадать и сделать свою карту желаний. Поэтому, дорогие друзья, не переключайтесь, готовьте лист для вашей карты желаний и планов на будущий год. Встретимся через несколько минут.